Смачиваю холст пройником. Стройник это три компонента разбавитель, масло и лак. Поэтому вы видите его вязкий характер. Мир несколько сиренев, которые мы с вами изображаем. То есть воздух, его клубы рассеяны в картине. Поэтому цвет воздуха можно закидать сразу. Это будет воздушная среда, в которую нам будет удобно загонять рисунок. И воздушная среда станет каркасом для всех цветовых пятен. Небольшое изменение будет только в небе. Оно будет светлей. Оно будет голубей. А розовеньким останутся облака. Оно будет голубей. Поплотнее в некоторых местах наберу. Больше голубого или синего, кто как хочет может поступить. И скажем чуть-чуть черного и обозначим основные вехи рисунка. Плюс розовый. В середину, практически на диагонали, находится правая часть арки. Затем к ней левая пристраивается. И темнота теневого. Темнота теневого. Нечто похожее от нас к выходу из арки. Теперь приходит зеленый. Изумрудное зеленое. Например, с коричневой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На холсте в приблизительных местах, где помигивает этот цвет. Он же, но уже в пользу коричневого, сияет в арке. Небольшая световая. Небольшой световой заяц здесь. Здесь и здесь. Пока эти два цвета. Освещенная часть правая. Правая. Вы видите, все вписывается в синий-фиолетовый цвет. И, в общем-то, становится вот такая душность солнечного дня летнего. То же самое здесь. Не переборщить. Со степенью подробностей. Не пытаться быть подробнее, чем он. Вот у меня сейчас уже хочет на перебор выйти. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, надо не перебрать. Ну что, вот такая вот задача. Полезная, умная, нахальненькая, веселенькая. В общем, попробуйте не получить удовольствие. Думаю, что это будет невозможно. Еще раз, на что обратить внимание. Точность места расположения этих вертикалей не существенна. То есть, те, у кого хромает рисунок, в общем-то, здесь почувствуют себя хорошо. Главное, что теневой, теневая арка, которая синит и создает оттенение солнечному, то есть теплому по цвету, не такому теплому, но все-таки теплому и разбеленному состоянию дальника. Но этот дальник не светлее, чем небо. Небо у нас светлее. Вот это, пожалуйста, заметьте. Качество мазка максимально фривольное. Чуть-чуть в конце вот этих уточнений. Вот. И что еще? Ну и... И густая краска, густая краска, лепкость, набрасывание краски. Вот это все пусть у вас произойдет. Пощупайте, почувствуйте себя легко. Легко. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok